привет это небольшая антиреклама вот этой мыши если вы попали на это видео потому что вы ищете подобный экземпляр то вы как раз попали по адресу потому что недолгое время назад я также искал эту мышь и скорее всего вы ищете для того чтобы заниматься фотошопе то есть фотографа обработка фотографии видео и тому подобное все каналы которые делают review на вот именно вот эту модель это в основном контент-мейкеры фотографы и видеографы и тому подобное именно посмотрев вот эти все review это мне показалось это самая рассайпованная мышь для этого сегмента как в русскоязычном ю тубе так и в англоязычном и на всех остальных языках я ее заказал использовал и в течение часа работы я уже понял что она не оправдывает моих ожиданий но подумал я запишу в это видео и может быть для кого-то это будет тоже reality check чтобы вы ее не покупали как я с неправильными ожиданиями и так вот эта штуковина и самое главное то есть почему я ее именно хотел приобрести это вот это вот боковое колесико вот это вот его можно крутить да есть вот корочка этого вертикальная как бы это как бы горизонтальная да то есть посмотреть плоскости на вертикальная такое горизонтальная вот почему зачем оно нужно для этого посмотрим в это пример есть видео на временной шкале да и для того чтобы перемещаться по этой шкале необходимо нам взять этот ползунок и его передвигать я со своими ожиданиями подумал что это будет намного проще делать крутя боковое колесико его сейчас я его кручу это работает но насколько я заметил это работает не точно вот это вот колесико если вы послушаете ну как мы знаем любое колесо мыши вот это рейза до сада у него она также щелкает вот у этой мыши есть такая же функция но на боковом колесики и нет то есть боковое колесико она так как по ощущениям как будто она просто как будто он крутится в воде или просто зажата какой-то резинкой да у него нет именно вот этих вот щелчков и это не только какие-то хаптические ощущения но это также и отзывается на эргономичности использования потому что я замерил такую штуку что сейчас вот я кручу колесико смотрите если я кручу вот это колесико я не могу покрутить как бы на миллиметр то есть я чуть покручу она перескакивает и задает значение переключилась страница вот это колесико я могу крутить вот так вот по миллиметру и смотрите что будет происходить в премьере я сейчас кручу колесо я кручу и видно ну перекручивается таймлайн вот да а теперь смотрите если сейчас буду включить его вниз вот так вот по миллиметру мы видим что ничего не происходит то есть это означает что колесо реагирует не на именно сами обороты она динамика оборотов видите я могу крутить сейчас целый год и ничего не будет происходить если сделал это быстро то происходит то есть там стоит именно не датчик который считывает обороты вала а просто какой-то видимо оптический датчик который реагирует на определенное движение но он реагирует на определенное движение с определенной скоростью вот я хочу допустим сейчас сделать минимальное передвижение я не могу потому что я кручу колесо она не регистрируется нужно покрутить его быстро и тогда она проскакивает уже больше того момента я хочу остановиться то есть функция абсолютно бесполезная и почему я отказался от мыши после часа работы потому что я просто узнал что если я зажму shift и буду крутить обычное вертикальное колесико ну допустим на моей мыши сейчас который меня стоит то я также могу переключать перекладывать но я могу делать это минимальными шагами смотрим на одно на один щелчок колеса так 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 а теперь попробую боковым колесиком мыши mx3 master виде как и как прыгает сразу тут его дела вот так вот потихонечку тут минимальный шаг вот такой то есть он больше намного насколько это критично это второй вопрос но к этому сейчас перейдем позже теперь какие еще функции хайпятся в интернете до всеми контент-креаторами электромагнитный переключатель вот этом колесе его можно переключить и он работает так что там стоит электромагнит если он включен то он производит вот эти вот как бы прокручиваем со ступеньками если он отключен то колесико крутится без сопротивления может очень долго крутиться смотрите вот сейчас он включен ты даже когда включаешь кнопку чувствуешь как магнит срабатывает вот крутится ступеньками теперь убираю его раскрутил и смотрим крутится крутится остановилась то есть она крутится очень долго и все так прямо в интернете вау какая техника классно супер ну просто там не знают это ferrari просто да это классно колесико металлическое классно но что она тебе дает ничего ничего если даже круче его быстро то она автоматически приключается монос прокрутки круто да но это не дает никаких плюсов то есть почему я снимаю это видео потому что я такой человек мне с эстетической точки зрения с точки зрения эстетики мне эта мышка нравится она классно выглядит и дизайн классный все она сидит отлично в руке это тоже пункт по которому ее хайпуют да это круто он сидит в руке отлично материал очень классный аккумулятор да он может заменяться он держит 70 дней заряд photoshop этим колесиком измеряется изменяется размер кисти для рисования ну там или любых инструментов но опять же не точно то есть вы раскрутили шла кистью увеличиваться если вам нужно прям одно значение это не работает и тут вопрос я не хочу как бы и говорить что это плохой продукт но это плохой продукт за эти деньги на официальном сайте 99 евро и я покупал в amazon за 76 евро за мышь которая по итогу просто эргономичная да хорошо выглядит да но не оправдывает просто тех ожиданий возможно она не была создана для того для чего я думал она создана но тогда я просто делаю это видео для того чтобы вы посмотрев видео этих контент креаторов которые работают этой мышью не думали что она когда специально заточена под обработку видео или фото она для этого не заточена то есть это боковое кольцо он абсолютно бессмысленно и ну и в принципе все ну и напоследок просто еще сказал показать это мышь как бы для для мака и я хотел показать какие у нее функции есть на макбук и вот я могу переключаться между столами если поверну мышку вверх или переключаться между столами так вот но чтобы это делать вам нужно зажимать вот как сказать вот эту вот кнопку то есть вас лежит рука вот так мышка эргономичная вопросов нет вот эти кнопки вперед-назад да там можно не придать значение какое-то но это может сделать на любой другой мыши за более меньшие деньги вот но чтобы сделать вот эти вот функции мака нужно жать вот на эту кнопку то есть вы не можете нажать пальцем вниз то если у вас пальцы прокачаны у меня пальцы прокачаны это просто неудобно то есть вы автоматически нужно сжимать палец как бы вот так вот чтобы нажать и потом вводить на влево или вправо то есть в каком-то скрученном положении это не работает это это херня и отсюда второй вопрос если вы собираетесь использовать эту мышь как ну вот офисную до на столе то я опять же вам сказал она не просто не идеально да она под это не заточена то есть у нее нет никаких функций которые бы ее выделяли перед конкурентами кроме совокупных функций там дизайн эргономика и тому подобное но специфических функций у нее нет вот если вы хотите использовать как портативную мышь то посмотрите просто на ее размер вот вот другая logitech мышь да она достаточно крупная и это хорошо потому что она хорошо опять же сидит в руке но для портативного использования она не хороша и если вы используете ноутбук вот именно мы говорим сейчас про apple портативно то это никак не сравнится по эргономичности с родным трекпадом потому что вы просто пальцами свайпать налево-направо это работает идеально а вот так вот скручивать руку это просто нездоровая фигня и во вторых просто если вы как бы работаете портативно то вам придется с собой брать очень маленький ноутбук который у вас есть а к нему еще вот такую вот такой вот костыль то есть это опять же ну имеет мало смысла поэтому просто в реальности для себя решил так она мне нравится да но не за такие деньги поэтому если я где-то дешево найду я с удовольствием буду ей пользоваться но просто вот так вот так что короче много болтал надеюсь это кому-то будет полезно спасибо за внимание подписывайтесь на канал и удачи